И мы сейчас уже будем связываться с Москвой. И вот... Спасибо. Да, и мы у нас там на связи, наш коллега Тимур Олевский, которого мы ждем в этой студии через неделю. Но это не совсем удивительно, чтобы спросить, какую информацию потребляет российский зритель, но он, конечно же, разный. Тимур, на связи. Он, я думаю, что нам привет должен передать всем. Конечно, российский зритель отличается очень. Да, коллеги, слышите меня? Привет, привет, Тимур. Привет. Ну, российский зритель потребляет информацию массово, конечно, из российского телевидения. Что там показывают, вы примерно себе, наверное, представляете. Я вообще удивился, недавно посмотрев на рейтинги цитируемости российских каналов, далеко всех обошел телеканал Life News своими новостями. И понятное дело, что и новости из Украины, которые, например, передают Life News или там федеральные каналы, основную повестку дня составляют. Но есть люди, которые интересуются чуть больше, чем зрители федеральных каналов. И, кстати, не так мало. Тимур, мне просто интересно, я всем уже повторяю, есть медиа, которые в Украине производят информацию на русском языке. Кто их, читаешь ли ты их? И когда тебе нужно что-то знать из Украины, и ты не можешь быть там или где-либо в другом месте, где ты черпаешь информацию об Украине? А, черпаю очень много. Я практически все сайты, которые так или иначе печатают информацию на русском, ну, я уже не только на русском могу читать, а вообще, когда вот начинался Майдан только, например, да, и война в Украине, я читал практически все сайты, которые печатают информацию на русском языке и пытался разобраться в том, какие более релевантны по качеству информации, какие не менее релевантны. А как ты разобрался? А расскажи, расскажи, как ты разобрался и что ли тебе стало самыми нормальными СМИ? Ну, вот смотри, разобрался я, во-первых, примерно оценивая ситуацию в Украине сам, там ее наблюдая, и сравнивая ее с тем, что пишут издания. Ну, и, естественно, я всегда следил за тем, есть ли ссылки на непосредственно участников события, или это написано с чужих слов. Если это событие, в которое попадал я, просто легко было оценить, насколько издания адаптируют новости под свое представление о мире, это не заказ. Я прекрасно понимаю, что есть в Украине определенные установки о новостях, которые происходят в стране, особенно, когда это касается войны. Они тоже иногда адаптируются под некую модель восприятия, которая существует. Но вот, кстати, как ни странно, из два есть информационных ресурса, которых я начинаю день свой, это «Лига.нет», это поток ленты новостей, который, мне кажется, вполне себе неплохой для того, чтобы понять повестку дня, и новости украинской правды. Я просматриваю «Зеркало недели», я просматриваю сайты, которым я не слишком доверяю, но там иногда попадаются просто совершенно удивительные интервью. Скажи, когда... Мы сейчас, правда, услышали, те, кто не смотрят ОРТ, смотрят там, даже читают новую газету, но все-таки иностранная медиа пишет там то, что заказывает редакция. Какие события из Украины чаще всего о них, о каких пишут даже такие либеральные медиа? И точно так же, что хотелось бы узнать? Что тебе кажется, исходя из опыта твоей работы, о чем не договаривают? Ну, не специально, просто там редакция заинтересована в другом. Какую Украину не видят? Ну, во-первых, не видят... Российские медиа вообще не видят Украину, которая собирает, например, деньги на армию, и вообще не видят вот этого подъема, который есть в обществе. Но самое главное, что не видит Россия, Россия не видит, как украинские граждане говорят, мы не фашисты. Вот это все блокируется. Естественно, очень часто попадают в новости события беспорядки, так или иначе, которые происходят в Киеве. Это просто, ну, это правда лакомый кусок для федеральных российских СМИ. А, кстати, о деловых новостях вот еще не сказал. Я, например, читаю их с удовольствием издание Хабс, молодое издание, да, раньше читал Форбс. Вот, и надо сказать, что деловые новости из Украины, мне кажется, вообще здесь, в России, мало кого волнует, кроме специалистов, потому что их не очень кто понимает. Но, пожалуй, кроме газовых войн, и каждый раз, когда появляется какое-то событие, которое так или иначе связано с газом, ну, оно или подтягивается под идеологию, либо просто это понятная какая-то повестка дня. Они говорили многие годы до этого, поэтому они тоже всегда озвучиваются. Новости, связанные с выборами, вот как ни странно, в России почти не звучат. Интриги, которые существуют в Украине, то, что Украина многопартийная страна с разными центрами силы, они тоже не звучат. Почему чиновники, почему, например, министр внутренних дел имеет такое влияние в Украине, даже невозможно объяснить это сейчас, мне кажется, россиянам, кроме того, что министр внутренних дел проводит карательные операции где-то на востоке Украины. А что он человек, с чего он начинал. Вообще вот ту историю, которую высветили журналисты перед Майданом в Украине, вот этот весь корпус знаний о людях, которые управляют страной. Это, конечно, было очень важное для меня открытие на Майдане. Оказывается, вы так много знаете про своих чиновников, чего в России не принято. Но то, что есть страны, где говорят по-русски, и при этом люди внимательно следят за теми, кто им управляет, вот это, конечно, сюда не доходит. Ну, а другие какие-то вещи, ну, понимаете, какая, конечно, война всех интересует, так или иначе. Но война освещается в российских СМИ в небольшой части с обеих сторон, в большей части, конечно, с одной стороны. Как бы, да, вот сейчас много телевизионных групп, которые находятся на территории Новороссии. Но, с другой стороны, вы же их и не пускаете в другую, то есть вы же не пускаете НТВ с украинской армии в Донецкий аэропорт. Потому что они, как вы считаете, врут. Они, конечно, врут, но они и не едут туда. И новости всегда приезжают только с Новороссии. Поэтому создается ощущение из Москвы, что Новороссия воюет, Новороссия воюет неизвестно с кем. С кем это воюет Новороссия? То есть там все время говорят украинские фашисты, их никто не показывает, потому что это же внутри все происходит, да. То есть камера же не может через линию фронта перебраться. Новороссия воюет с некой мифической стенкой. От этого образ украинского военного превращается в образ такого гигантского голема, который страшнозубый и просто непобедимый, с которым сражается и сражается и сражается Новороссия. Ну, посмотри, Новороссия, да, у Тимура появилось ряда выступлений Путина. Посмотрим, да. Не-не-не, это не случайно, это слово, послушайте, это слово я употребил не потому, что я, это очень вахтно, это вот то слово, которое используется в российских смитах. То есть я вам сейчас рассказал повестку. Но ты, ну, это слово в своих смитах не используешь, или все-таки используешь, как я восприниму. Нет, в России это используют только в контекстном значении. Если митинг в Новороссии, значит мы объявляем, что участники митинга проводят митинг в кавычках за Новороссию. Что они имеют в виду, это на их совести, да. То есть они могут, ну, понимаешь, глупо не называть это этим словом, потому что они же под эту идею Новороссия, ну, подвязывают целую идеологическую платформу. И если ее не понимать, то непонятно, что они имеют в виду и что они хотят вообще от граждан России. И поэтому, конечно, это приходится объяснить. Хорошо, Тимур, спасибо тебе большое. Спасибо, мы Тимура ждем здесь. И может он будет пробовать рассказывать те истории, которых часто не видят из Украины. Потому что мы уже, нас там ждет на связи латышский журналист в стране тоже российского происхождения. Артем, который работает на латышском радио и сейчас стал корреспондентом в Брюсселе. Но я тоже хотела сказать, что вот на самом деле есть определенные открытия в странах Балтии. Вот всегда существовал, я тоже для себя открыла, этот первый Балтийский канал. Ну, то есть Балтийский, это первый Российский. Вот в том-то и дело. Он как бы есть, его как бы смотрели. Он называется Первый Балтийский. Это канал вот для русскоязычного населения. Он тоже есть в Литве. Но на самом деле это такие, просто первый российский канал, в котором есть съемочные группы, которые работают, ну там корпункты полноценные, которые работают в Вильнюсе, Риге. И там же они, ну в принципе делают такие новости со своей страны. Но все остальные новости, они в принципе точно такие же, какие есть, ну мы сами знаем, на этом канале. Вот, поэтому сейчас смотрим, что нам... Ну тут главная терраса в кустах жасмина, я считаю, что это просто вот хит. Вот, я не знаю, это наверное... Действительно самое главное, что может узнать человек, живущий в Латвии. Ну вот он, да, это Латвии, сейчас я попробую, да, вот посмотрим тут, ну да, вечерний Ургант, телебарапон. Фактически у них местного контента на этом телевидении нету, по крайней мере на сайте мы не видим. Нет, но есть новости, именно какие-то новости из Латвии, но все остальные новости, которые выходят на русском языке... Сетка в целом, в целом российская. Смотри, можем посмотреть, да. Сюжеты какие у них тут, сюжеты. Где искать корни семейного древа? Теперь в Латвии играют квест. Да. Ой, господи, поиски иманского педофила. Ну это вот все, да, это все первый канал. Да, и тут дальше уже вот есть какие-то там местные новости, да, то есть там Малая Югла. В целом риторика, я вижу, что риторика совпадает с тем, что мы видим и в московском Первом канале. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!